Всем привет дорогие подписчики и гости канала! Сегодня хотим поделиться с вами рецептом простого вкусного немецкого пирога со сливами. Начнем с теста. Для теста нам понадобится 220 грамм муки, 100 грамм молотого фундука, 90 грамм сахара, щепотка соли или пол чайной ложки, 1,4 чайной ложки корицы, можно не добавлять, если не любите, 2 чайные ложки разрыхлителя, 150 грамм мягкого сливочного масла и 1 яйцо. Все ингредиенты смешиваем в одной емкости. Теперь смешаем все ингредиенты около 30 секунд миксером. Одну третью часть теста отделяем, чтобы потом посыпать пирог. После того, как отделили часть теста, остатки перемешиваем. Теперь соберем тесто лопаткой на одну сторону, присыпем немножко мукой. В другую сторону также присыпем мукой. И замесим тесто руками. Застелили форму для выпекания пергаментом и помазали края сливочным маслом. Выкладываем тесто и распределяем по форме. Края нужно поднять пальцем до середины формы наверх. Гогатик пишу, пишу, гогатик пишу. Всем привет, друзья. Я сегодня молчу, сегодня у меня Ирина сама все делает. Я только операторством занимаюсь. Дочь тут виноградика захотела. Гогатик все, да? Арина, виноград кушаешь? Вкусно? А, дочь? Что ты можешь корчить? Вкусно? Корчишь, да? Вкусный виноград? А? Виноград вкусный? Ариша? Полный рот, скажи, не могу разговаривать, да? Уронила, да? Сейчас папа поднимет. А ну, вернемся к пирогу. Что, получается? Угу. Первый раз сегодня сама делаю, не знаю. Надеюсь, получится вкусно. По любому. Тесто делается легко и быстро. Вот так у нас получилось. Теперь убираем форму и крошку в холодильник, чтобы остудить. Для начинки нам понадобится 700 грамм сливы. Сливы помыли. И теперь удаляем таким простым образом косточки. Надрезаем с одной стороны и с другой крестиком. И вот так разделяем. Тесто охладилось. Теперь выкладываем сливу в форму. Разрезаем наверх. Сливу разложили. Теперь нужно посыпать двумя столовыми ложками желейного сахара. Так как у сливы выступает сок, когда пирог пекется. Теперь посыпаем пирог охлажденной крошкой. Если кто-то хочет больше, крошки нужно отделить в начале, а тесто побольше. Итак, все готово. Теперь пирог ставим в духовку. В предварительно разогретую на 160 градусов. С вентиляцией примерно на минут 45-50. Если у вас вентиляции нет, то возможно вам понадобится больше времени. Прошло 50 минут. Пирог готов. Так аппетитно выглядит. Теперь оставим его, чтобы он полностью остыл. И потом покажем его в разрезе, как он выглядит. Вот такой пирог у нас получился. Полностью остыл. Теперь посыпем сахарной пудрой. Вот какой со всех сторон пропекся. Сейчас отрежем вам кусочек и покажем, как выглядит в разрезе. Рассыпчатый, вкусный, хрустящий. Приятного всем черепите. Сейчас Даня будет пробовать. Сейчас как раз сезон сливы. Попробуйте и вы такой пирог. Быстро делается, легкий. Всем привет, ребят, с вами я. Сегодня я буду пробовать очень вкусный пирог, который спидли моей маме с папой. Лайкем за такой вкусный пирог. Спасибо, сынок. Спасибо тебе, сынок. Ну что, давай попробуй. Подсеривай. Вот, ребят, такой вкусный пирог. Если вы попробуете, то фрукт тоже вам будет вкусный. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Будем рады вашему просмотру. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.